Фастфуд сюрпризом. Легкий обед в закусочной для жительницы Шимкента едва не закончился больничной койкой. Девушка чуть было не проглотила металлическую проволоку, которая оказалась в лаваше. Между тем, специалисты департамента по защите прав потребителей признают, что это не единичный случай. 21-летняя Биби Фатима теперь обходит стороной все закусочные города. Любительница фастфудов едва не проглотила металлическую проволоку, непонятно каким образом очутившуюся в лаваше с мясом и сыром. Реакция администрации заведения смутила ее не меньше, чем и народный предмет в еде. Мы что-то кушали лаваш и там наткнулись на железку какую-нибудь. Я что-то не поняла. Смотрю, вытаскиваю из мяса, из лаваша, а там оказывается железка. И я обратилась к администратору, я сказала, что это такое, почему там железка. Они сказали, мы что, специально положили, и они сказали, чтобы мы заплатили еще. Но имеется в виду за еду. В итоге пришлось оплатить заказ, но девушка осталась не только без еды, но и без извинений. Сегодня Биби Фатима решила вновь заглянуть в закусочную. На этот раз, чтобы поговорить все с тем же администратором в надежде получить хоть какое-то вразумительное объяснение. Департаменты по защите прав потребителей лишь разводят руками. Плановые проверки общепитов не проводились с апреля прошлого года. Тогда в Казахстан вступил в силу соответствующий мораторий, который действовал до января этого года. Потом с 1 января в законе контрольного надзора было указано, что если необходимо составить плановые проверки, плановые графики, планы составить, необходимо было разработать критерии оценки объектов. Она до сих пор, до сегодняшнего дня еще не утверждена. Каким объектам общепита предстоит пройти проверку и сколько раз в год, решает только Министерство национальной экономики. Между тем, как показывают опросы, в Южном Казахстане фастфуд пользуется большой популярностью. В основном у молодежи. Порой бывает, что время не хватает, зайти куда-нибудь в кафешку поесть, допустим. Съел по пути и все. Сейчас же все люди бегут куда-то, что-то делают, правильно? Сейчас жизнь такая скоростная. Когда что-то хочется такого, как бы исключение, да, как бы из домашней еды, чтобы отвлечься, что-нибудь съесть такое остренькое или необычное что-то. В Департамент по защите прав потребителей почти ежедневно поступают звонки с жалобами на тот или иной общепит. Специалисты призывают граждан не замалчивать о недобросовестных производителей и обязательно обращаться к ним с письменной жалобой. Только в этом случае они могут провести проверку. Александра Ким, Виталий Заянтинов, Информбюро, Шимкент.